Приветствую! Сегодня тестируем на скрытие такой вот замочек БКС. Немецкая модель называется Курцилиндер, или короткий цилиндр. Состоит из двух половинок, соединенных двумя штифтами, два раздельных поворотных механизма. Есть еще практически брат-близнец. Называется Круглый цилиндр, или Валагинали Рунцилиндра. Небольшое отличие по размерам и способу укрепления поворотного кулачка. Установили в тиски. Натяжок в нижнюю часть замочной склажины. Проба. Разборка у данного цилиндра тоже интересная. Ранее с подобным не сталкивался, но сначала нам надо его вскрыть. После вскрытия и разборки уже изучим секрет. В замочке 5 пинов. Раньше в модели устанавливали 5 грибовидных пинов. Сейчас ставят и стандартные катушки. Конкретно в этом цилиндре 1, 3, 5 катушки, а 2 и 4 стандартные. Стандартные пины отработали. Видим, плак повернулся. Отклонение по оси видно. Теперь аккуратненько пробуем отработать точенные. 3 и 5. Первый у нас установлен в самом начале. Еще первым щелчком. Правильного инструмента нет. В идеале лучше отрабатывать средним ключком. Работаем тем, что есть. Работаем тем, что есть. На скорость вскрытия это повлияет, надеюсь, несущественно. Продолжение следует... Третий на месте, но выскочили стандартные. Есть. На месте. Видим плод еще больше повернулся. Осталось отработать заключительный пятый пин, пробуем также на него встать аккуратненько и попробовать провернуть, продавить точнее. Явно не хватает профиля. На месте, но опять выскочили стандартные. Тут надо очень четко соблюдать баланс при натяжении. С одной стороны продавить точный пин, катушку, а с другой стороны, чтобы у тебя не выскочили ранее установленные пины. Добавить точный пин. Готово. Готово вскрытие. Аккуратненько. Уберем тиски и покажу разборку. Разборка интересная. Разборка интересная. Не потеряем ничего из виду. Немного увеличим. Смотрим разборку. Аккуратненько поворачиваем. Давайте приближу. И мы видим отверстие. Мы видим отверстие, которое предусмотрел производитель для разборки. Вот оно в комплекте с ключами. Шел специальный, так скажем, штифт-толкатель. Но у нас его нет. Используем старый сломанный. Скороход под английский профиль. Надо аккуратненько его завести в это отверстие. Причем под углом. Видим под углом. Нажимаем. Оп. И половинка открылась. При обратной сборке. Для щелчка. Все. И все зафиксировано. Вернемся к разборке. Оп. Цилиндр разобрался. На две половины. Эту половину отложим в сторону. Нам не интересно. И разберем то, что у нас скрыто. Пин держатель. Поставим на всякий случай. Далее. Можно вытащить удерживающий штифт. Удерживающий штифт. Нет. Сразу в лоб не вышел. Сейчас мы его попробуем маленько вытолкнуть. Все. Штифт мы вывели. Но это нам не нужно. Вот так оно фиксируется. И достаем плак. И достаем плак. Вот он плак. Пока что это в сторону. Опять чуть увеличим. И достаем пины. Начнем с кейпингов. Первый. Второй. Третий. Оп. Четвертый. Пятый. Ключа у меня нет от замочка. Тем не менее лучше не перепутать. Четвертый. Пятый. Сразу смотрим на плак. Проточек нет. Такой вот профиль. Плак в сторону. И достаем. Оп. И достаем драйвера. Пинодержатель в сторону. И аккуратненько достаем драйвера. Оп. Первый. Такая вот стальная гантелька. После полной разборки. Посмотрим на все пины ближе. Оп. Второй. Стандартный. Желтого металла. Третий. Гантелька из желтого металла. Но размером больше. Чем первый у нас был. Четвертый. Стандартный. И пятый. Пятый у нас тоже. Гантелька. Катушка. Достанем пружинки. Корпус. Это у нас для разборки. В корпусе видим 6 лус. Ну, кстати, в корпусе тоже 6 лус. Есть версии шестипиновые. У меня они не попадались. Аккуратненько разложим пружинки. И посмотрим уже вблизи на все пины. Оп. И туго. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Такие вот драйвера. Видим катушки абсолютно разные по размеру. Первая совсем коротенькая, остальная. Второй идет стандартный бочонок. Третья катушка побольше. Четвертый стандартный. И пятый опять катушка. Ну, а кепины все стандартные. Замочек интересный. Непростой. С учетом инструмента, которым я его открывал. Еще более непростой. Тем не менее, все получилось. Используемся подписываемся, ставим лайки. Всем удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok